друзья всем привет сегодня у нас 4 июня и сегодня будет репортаж из теплицы все ужасно у нас там погода смотрите дождь в общем вчера только солнышко посетило радовал нас и все в теплице в принципе можно работать и в такую погоду на сегодня меня в планах прополоть в теплице но с грядками вроде как более-менее закончила прополола там все основное вот здесь нужно аккуратненько тут у меня огурчики это у меня огурчик по-моему да вот холодоустойчивый здесь дальше идет болезнь устойчивый тут кстати видите два нужно один куда-то пересадить все хотела несколько огурчиков на улицу высадить вот ну не знаю сегодня вот холодно как вот его на улицу высаживать нужно делать какой-то мини парничок для него вот слышно как по теплице капли попадают и все сильнее и сильнее становится к сожалению дождик утром посмотрела прогноз кстати яндекс карты онлайн кстати напишите в комментариях на каких сайтах вы смотрите прогноз на каких сайтах он более достоверный так скажем вот я смотрю на яндекс картах онлайн там видно как бы движение вот этих всех туч грозовых облаков вот и можно отследить прямо по часам когда начнется дождь или когда закончится вот но сейчас вот сейчас уже после обеда у нас время вот и прогноз конечно не утешительный до вечера короче дождь вот у нас до вечера так сразу же тут рыхлю все не очень сильно чтобы корешки не травмировать так вот здесь у меня тоже оказывается два огурчика тоже один нужно куда-то пересаживать вообще если прополка постоянная и качественная то есть мы не просто обрываем верх сорняка именно с корнем его удаляем то потом уже сорняков практически не становится если конечно вы не добавляете какой-то допустим перегной особенно собственного изготовления перегной когда добавляешь там все равно попадают различные семена эти семена потом прирастают вот поэтому конечно если для вас это проблематично вся вот эта прополка то лучше перегной покупать допустим здесь вот рассыпан перегной из магазина покупной и видите он такой в принципе неплохого качества и ни одного сорнячка здесь нет все чистенько так ну здесь пока тоже не очень много сорняков и в принципе полоть не очень сложно видите я тут пролила вчера все и сорняки хорошо выдергиваются так это тут нужно заменить на таблички конечно эти уже пакетики отсюда убрать и поставить нормальные таблички так и помею тоже пора куда-то высаживать летом на и помешка лет вот такая красивая очень ярко розовая вот ее нужно дата высаживать или к шпалере или забору общем чтобы она где-то велась можно и по фасаду дома пустить многие у фасада дома ставят кашпор там в отмостку посадить не получится то есть просто кашпор ставят и она бьется там по какой-нибудь ниточки веревочки фасады все так так вот так вот так вот Продолжение следует... Вот это у меня другой сорт ипомей, это уже вот такая вишневая, так называется она вишневая шаль, тоже очень красивая, вот ничем такие две ипомейки, только две, но зато очень-очень симпатичные. Надеюсь, что они, видите, взошли хорошо, хорошо сейчас растут вроде как, надеюсь, они в дальнейшем будут хорошо развиваться и красиво цвести. Так, это у меня апрельский, это апрельский, это два апрельских, тут огурчик. Ну что, вот такая красота у меня получилась, буквально, наверное, минут 10 я потратила на то, чтобы это все прополоть. Здесь у меня, кстати, растет пекинская капустка, буквально у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штучек взошлойных, вот тут две еще какие-то маленькие, недоразвитые. Вот, эта капустка у меня потом поедет на грядку жить, но пока она маленькая, она пока здесь у меня в тепличке растет. Тут, конечно, грунт просто всех цветов у меня, тут у меня и чернозем, и перегной, и там даже глина немножко есть. А вот это, кстати, огурчик от партнера, название, не могу вспомнить, ладно, буду монтировать видео, допишу название, это вот супер у них какой-то хороший сорт, супер урожайный. Вот, проверим, как он будет расти у меня в тепличке. Так, ну, сейчас приступаю к половинке, где у меня томатики, тоже все сейчас тут прорыхлю, прополю, вот, и потом, наверное, буду подкармливать еще томатики, надобрять буду. Вообще, конечно, мне доставляет прям эстетическое удовольствие смотреть вот на эту грядку прополотую, порыхленную, когда все так аккуратненько, прям загляденье. Так, следующим этапом я сегодня решила подкормить свои перцы, вот такое у меня есть удобрение, лигногумат, калийный, гуминовое удобрение. 5 мл это на 5 литров воды, написано, что 1 литра хватает на 2-3 метра квадратных. В общем, я планирую подкормить перчики, перчики это такая культура, которая очень прожорливая, их можно кормить, 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 они ни в коем случае не зажируют, видите, какие крепкие у меня тут стволики. Сколько много на них цвета. Конечно же, им нужно помогать и обязательно их подкармливать. Вот, у меня уже 2 полноценных перчика. Один вот такой зеленый, а второй, мне кажется, уже даже начинает оранжеветь. Вот, ну, может быть, мне это кажется. Вот, у этого такой стволик прям толстый-толстый, такой прям он коренастенький, хорошенький, прям очень он мне нравится. Хочу ему помочь. Так, значит, я налила пол лейки воды, у меня лейка 11 литров, нам нужно 5. Вот, беру это удобрение, смотрим, что тут у нас. Тут у нас, наверное, капсулка, да. Так, сейчас мы ее отрежем. Так, вот такая вот у нас капсула. Так, отрезаю этот хвостик. Так, и выливаю лейку. Так, все перемешиваем, все это хозяйство. Ну, поскольку там гумат, то такая вот коричневая вода стала. Так, все перемешали. И сейчас понемножку буду, видите, по влажному грунту, вчера я все пролила, вот так вот понемножку буду поливать под каждый перчик. Также в нем можно в этом удобрении замачивать семена, можно обрабатывать по листу, в общем, кому какие подкормки больше нравятся. Здесь у меня сразу видно, что перец другого сорта. Здесь у меня снежок, корнет и кокоду. Ну, вот, все 5 литров я вылила на свои перчики. Еще у меня есть перцы в другой тепличке. Кстати, эти кедры уже давно буду по парадсию брать. И сюда, наверное, даже можно будет еще что-то в серединку посадить. Может быть, даже огурец, и пусть он тут бьется. Наверное, сейчас как раз этими займусь, пересажу эти кедры. Так, в общем, 5 литров у меня хватило на сколько? На 12 перчиков. Ну, посмотрим, как будут они развиваться, особенно вот эти вот слабенькие, видите. Надеюсь, что они как-то покрепче станут. Это у меня снежок здесь растет. На этих кадрах я окучиваю капусту и заодно рыхлются точки, которые у меня растут между капустками. Здесь у меня посажены астры, еще по краю грядки у меня растут бархатцы. Когда мы окучиваем капусту, она начинает быстрее расти, и она становится такая, как будто покрепче. То есть у нее сразу начинают толстеть листочки, увеличиваться в размере, и уже начнет завязываться качанчик. Ну и заодно, конечно же, я таким образом избавляюсь от сорняков. То есть мелкие сорняки просто зарываются в землю, а крупные сорняки я просто потом убираю с грядки и уношу на компостную кучу. Это у меня уже другая грядка с капустой. Она видно сразу значительно меньше, потому что посажена позже и посажена прямо в парник рассады семечками. А на первой грядке капуста выращивалась в домашних условиях. Ну с этой капустой поступают очень так же, тоже ее сейчас окучу. Немножко здесь уберу сорняки, здесь пырей пророс, и капустка пойдет быстро в рост. А вот это тот самый многолетний лен, про который я вам рассказывала, выращивала я его из семян. Вот такие у него кустики уже большие довольно-таки выросли. И вот такие милые цветочки, они еще не до конца распустились. Пионы тоже должны скоро зацвести. Обычно они тестут где-то в начале июня. А вот такой отросточек дал новый клематис, который я садила в прошлом году. Женщина, у которой я его покупала, сказала, что выращивала его из семян. Но за прошлый год он не вырос ни на один сантиметр. Я думала, что он погибнет, но нет, посмотрите, появился новый отросточек. А княжик заплел уже практически всю перголу. Он уже отцветает. Хосточка такая чумазая после дождя. Но расцветка у нее невероятная. Живучка цветет. А это малютка гейхера, которая в прошлом году выращивала из семян. Посмотрите, нынче она уже собирается цвести. Вот здесь у меня был целый ряд высажен в приствольный круг. Практически все выжили. Ноготков наросло самосевом просто тьма. Но полотни стало, пусть цветут. Сейчас как раз пора цветения ирисов. И у меня здесь такая полянка ирисовая. Первая полянка. Здесь вторая полянка ирисов. Ну и там еще рядом с лилейником тоже есть небольшой ирис. Такие нежные, красивые цветочки. Очень жалко, что они в срезке стоят совсем недолго. Поэтому их лучше, конечно, просто наблюдать за ними в саду. И для букетов не срезать. У них есть даже небольшой аромат. Но он такой неярко выраженный. Вообще ирисы мне очень нравятся. У меня есть вот такие фиолетовые и еще есть желтые. Всем большое спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Буду благодарна вам за лайк и подписку. Всем хорошего настроения и до встречи!